Приветствую вас, я впервые отвечу вам на вопрос, на вас, который вы задаете. А потом, после этого, после того, как отвечу на вопрос, дам несколько комментариев по поводу других, некоторых аспектов того, что вы написали. Я имею ввиду в своем вот тексте, который вы написали. Значит, во-первых, у мужчин действительно все по-другому, по-другому. Но по-другому как? Какой бы контекст по-другому? Давайте мы все-таки с вами как-то будем навязывать вещи своими именами. Если мужчина не афиширует свои отношения, да? Если мужчина не афиширует отношения, хочет, чтобы его друзья, его окружение знало, что он вот с кем-то в отношении. Если это так, то тогда, соответственно, понятное дело, что мужчина не хочет принимать ваш подарок. Почему? Не потому, что вы плоха. То есть не обязательно потому, что он вас не заинтересован. он не принимает ваш подарок, потому что если он его примет, например, я там, правда, не очень точно знаю, вот как работают одноклассники, потому что в них не все живут. Но, вроде бы, если я этот подарок принял, то как бы он виден? Вот, может быть, другим виден или где-то там он отображается на личной странице пользователя и так далее. Вот. И это не все. То есть я понимаю, что он, может быть, виден, может быть, нет, может быть, подарок приватный и так далее. То есть момент здесь разный бывает. Вот тут еще есть тонкость. Если вы говорите, что у мужчин все по-другому, то действительно так. Если он примет ваш подарок этот, значит, он берет на себя ответственность за вас. Он берет ответственность на себя за то, что вы, как бы ему доверяетесь, и принимая ваш подарок, он, получается, вступает с вами, ну, в более близкие, может быть, отношения, которые называются любовью, да, любовными отношениями. А этой ответственности мужчина про фидера, я думаю, что не хочет. То есть для него эта ответственность, она, ну, чересчур может быть сильна. Для него эта ответственность может быть чересчур тяжела, страшна, нежелательна. Или мужчине просто, ну, не понравилось, что вы сделали первый шаг. Да, это обычно, обычно это он, мужчина делает первый шаг, а здесь вы сделали первый шаг. Но здесь можно только гадать, на самом деле, факт тот, что для мужчины принять такой подарок, означает признать, что его поведение, его отношение к вам, оно уже другое. Естественно, если человек ответственный, конечно. Если есть человек, например, не ответственный, то он может и принять подарок, да, и, в общем-то, совершенно спокойно себя чувствовать, приняв подарок и вступив в отношения, но при этом, при этом никакой реальной ответственности нести он не будет. Вот это говорит о мужчине в некоторой степени в положительном ключе. Далее. Вы говорите, что значит. Как почувствовать, ну, насили вы мужчине или нет, если он сам не определился в своих чувствах. Понимаете, не определился в своих чувствах, это всегда означает, что мужчина, в принципе, не так уж сильно вами дорожит, не так сильно вас любит. Понимаете, когда чувства сильные, когда эмоции яркие, нет никаких проблем с тем, чтобы идентифицировать свое поведение. Если мужчина просто разграется в себе, если мужчина сомневается в себе, значит, чувства к вам у него не такие сильные, то он выбирает между выгодой. То есть, что выгодно, а что нет. И такой сомневающийся мужчина, ну, явно не то, что хочет видеть женщина, которая желает видеть рядом с собой сильного, уверенного в себе человека. Об этом тоже хотел бы, чтобы вы знали и понимали. То есть, чтобы вы понимали, что если мужчина сомневается, то факт сомнения говорит в любом случае не в его пользу. Вы проецируете это на себя. Вы говорите, что это не в вашу пользу. Не в вашу пользу говорит о том, что он не принял подарок. На самом деле нет. Это говорит не в вашу пользу. Это говорит не в его пользу. Это говорит о том, что мужчина не может для себя определить, чего он хочет. А это значит, что человек сомневается Это значит, что человек не уверен в себе Это значит, что человек допутался А для мужчины это очень плохо Поэтому может быть даже хорошо Что с этим мужчиной у вас ничего серьезного не намечается А так представляете себе Он бы сомневался бы все время с вами И вы бы должны были за него постоянно принимать решения Другое дело Другое дело Что вы для чего-то это сделали Вы для чего-то сделали этот поступок Что-то вас спровоцировало На то, чтобы сделать этот поступок Есть вопрос в том, что именно Зачем вы это сделали Ну сделали вы ему этот подарок Вы сделали это для него, если вы любите его А получается, что вы хотите получить что-то для себя Получается, что вы сделали это для того, чтобы получить обратную связь Но это тогда не любовь Любовь это когда просто сделал подарок Сделал приятное и неважно принял человек или нет Да, я понимаю, что в некоторой степени сейчас идет идеализация Но Что-то вы хотели бы, чтобы мужчина вам ответил Что-то вы хотели бы, чтобы он дал какую-то обратную связь Говорит о том, что вам нужно Что вы нуждаетесь В нем В мужчине И весь вопрос в том, какая это нуждаемость Сексуальная нуждаемость в расчет здесь даже не берется Потому что встречаться мы в наше время ради секса Совершенно спокойно И в этом нет проблем Но и другая нуждаемость Эмоциональная, духовная и так далее И вот здесь очень важный момент Чтобы вы осознали свою нуждаемость В чем именно вы нуждаетесь в мужчине Почему вы в нем нуждаетесь И так далее Это очень важный аспект Далее Теперь Вы говорите о том, что Значит Так Раньше Я тоже два года встречал с мужчиной Вот Тут у вас два года Там у вас два года Соспадение Неизвестно Скорее всего Нет, но Может быть и да Но не разбираться Почему Но там два года Определенный кризис Здесь два года Тоже определенный кризис Вполне возможно Что это имеет Связь с теми процессами Влюбленности Которые происходят у вас Но это уже Это уже деталь Расставание было подлым Пишите вы Он и другой роман завел Я сама была готова Отойти в сторону А сделать мне этого не позволило Убедившись Все мне это показалось И они просто общаются А было все точно так И никаких Совместных Выставленных на показ Фотографии И тому подобное Смотрите Сейчас я уже говорю вам То Как бы Что идет Поверх Вашего вопроса Сейчас я вам говорю О том Что Вы И в первом И во втором Случае Своих романов Позволили Своим Мужчинам И первому И второму Значит Вступить с вами В отношения Так Что они Вроде бы как Вам Ничего не должны Вроде бы как Они вам Ничего не должны То есть Вы вроде бы В отношениях Да Вроде бы Вроде бы У вас все хорошо Да Вроде бы Но При этом Почему-то Никакого Афиширования Ваших отношений Нет Почему-то Ничего Официального Тоже Тоже Нет И возникает Вопрос Почему Вы Себя Так Ставите Вот Почему Вы себя Так Ставите В отношениях Да Вы себя Ставите В отношениях Так Что Мужчина Может позволить Не обрешивать Ваши отношения С вами Что даете Ему Как бы Дополнительный Дополнительный Повод Чтобы иметь Возможность Вас обмануть Почему Вы сразу Не Намекаете Мужчине О том Что Неофициальность Отношений Вас Не устраивает В любом Случае Неофициальность Отношений Вам Не нравится Неофициальность Отношений Не то Что Вы хотите Для себя Почему Вы Не Зачищаете Свои Интересы Вместе С мужчиной Это Момент И Момент Этот Вполне Вероятно Связан Также И с тем Что У вас Есть Та же Самая Потребность Потребность Именно В мужчине Вот Как Вы В нем Нуждаете Вот Чтобы Эту Свою Потребность Удовлетворить Вы Стараетесь Как бы Мириться С тем Что Мужина Вам Не дает С теми Условиями Которые Он Вам Ну Можно Сказать Навязывает Вот Едва Едва Ли Будет Ага Едва Ли Будет Неправильным Сказать Что Он Вам Именно Навязывать Эти Ваши Эти Условия Свои Удобные Ему Но неудобные Вам Понимаете И тогда Опять же Надо подумать И в первый И во второй Раз И в первый И во второй Раз Вы Соглашаетесь С этим Вы Соглашаетесь С этими Моментами Да Которые Ну Соглашаетесь С тем Что Мужчина Мужчина Наши Навязывает Вам Свои Условия И Есть Вопрос В том Ради Чего Вы Это Делаете Вполне Возможно Иметь Место Какой Комплекс Вполне Возможно Иметь Место Неуверен В себе Вполне Возможно Иметь Место Неверные Установки Смысловые Смысловые Психологические И прочее Вполне Возможно Что Может Быть Даже У вас Есть Некий Негативный Ради Смех 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 Это очень-очень-очень важно. Ну, на этом вот, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас какие-то дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.